Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что вы заглянули ко мне на канал. Меня зовут Наташа. Я очень рада вас приветствовать. Сегодня мы поговорим с вами о моих косметических приобретениях, новинках, покупках. Здесь будут также несколько декоративных средств, ну и в основном уходовая косметика. Наверное, вы не могли не заметить мой чуть-чуть гнусавый голос. Господи, почему, как я сажусь записывать видео, происходит какая-то хрень вечно? Вообще непонятно. Наверное, вы не могли не заметить мой немножко гнусавый голос, говорящий в нос. Дело в том, что я чуть-чуть заболеваю, но надеюсь, это все не серьезно. Это так, можно сказать, простуда легкая. Поэтому думаю, что я вас этим очень сильно не обижу. Если вам очень неприятно слушать меня, то я все пойму. Просто выключайте это видео и не смотрите его. А если вам, грубо сказать, наплевать на мой сегодняшний голос и хочется посмотреть это видео, то усаживайтесь поудобнее, наливайте себе что-нибудь вкусненького и поехали. Хочу начать с трех очень вкусных съедобных продуктов. Это три продукта от Dolce Milk. Все они идут у нас для тела. Первый гель для душа, грушевый тарт с ванилью. Очень вкусный, правда. Я уже давно хотела приобрести этот гель для душа, почему-то всегда обходила стороной. И я думала, что это лимитка на самом деле. Но здесь нигде не указано, что это лимит коллекция. И, скорее всего, это постоянный гель в продаже. Для тех, кто любит сладкое, кондитерское, что-то съедобное, то вам точно понравится, потому что здесь просто потрясающий аромат. Действительно, не свежей груши, а сладкой груши, выпечки. Обалденный аромат. Какой-то йогурт, что-то вот похоже на Донисима. Я не знаю, как вам его объяснить. Сладкий, съедобный, вкусный аромат. Я сладкоежка. Я люблю все сладкое, все съедобное. Поэтому, конечно же, не могла пройти ни на него. Я раньше очень часто использовала и покупала марку Dolce Milk. Сейчас как-то реже, потому что я редко захожу в Литуаль. Но был у меня очень классный поход в Литуаль. Чуть позже покажу, что я там купила. А, собственно, зачем я туда шла. И когда увидела марку Dolce Milk, эти полочки, то просто просто не смогла пройти ни на него. Довольно гелем для душа. Девчонки, присмотритесь. Для тех, кто любит сладкое, вкусное. И две новинки для меня. Это крем для рук и молочко для тела. Молочко для тела, молоко и шоколад. Очень приятно пахнет. Очень вкусное. Я его прям хочу слушать. Я обожаю шоколадные ароматы. И я очень люблю именно гель Dolce Milk с шоколадом. Это мой самый любимый, наверное, гель из всех. Есть еще шоколад мята, но классический сливочный шоколад. Просто. Но я думаю, что все уже пробовали эти гели. Кто не пробовал, очень вам советую. Я бы не назвала это молочком. Вот вы сейчас можете наблюдать. У него достаточно плотная текстура. Густая. Очень хорошо и классно увлажняет, питает кожу, ухаживает за ней. Идеальное средство для холодного времени года. Для осени, для зимы. Сейчас у нас уже, можно сказать, достаточно сильные холода. И я прям не прогадала с этим средством. То есть я хотела, что это питательное и выбрала прям вот в точку то, что мне было нужно. Обалденная, хорошо впитывается, очень приятно, долго пахнет от кожи. Все то же самое могу сказать про этот крем для рук. У них очень похожие консистенции, идентичный аромат. Классно увлажняют, питают ручки, положить в машину, дома пользоваться. И вообще всегда зимой мне хочется более теплых, знаете, сладких, приторных ароматов, чтобы они меня согревали. Поэтому всегда прибегаю. Тоже могу посоветовать обалденный крем для рук. Следующие три вкусняшки у нас будут от компании Faberlic. Крем-гель для душа, струдель с мороженым, повторяю уже во второй раз. Мне очень нравится эта линейка. Особенно понравилось молочко. Молочко вот не заказала почему-то, но думаю, что исправлю эту ситуацию, обязательно закажу. Гель для душа этот очень люблю. Он кремовый, обожаю все кремовые текстуры на холодное время года. Опять же сладенький. Обалденный, классный гель, тоже могу посоветовать. Присмотритесь, он, кстати, бюджетнее, чем Dolce Milk. Если найдете в каталогах, обязательно прикупите себе. И две новинки для меня. Витамания. Я полюбила тоже эту линейку. В принципе, все, что связано с манго, я просто обожаю. Здесь два аромата. Манго и папайя. Гель для душа и мист для тела. Давайте начнем с геля для душа. Потрясающий гель. Также кремовый. Приятно пахнет. Приближенный аромат манго, наверное, на все 100%. Обалденный. Очень вкусно пахнет. В душе раскрывается тоже очень приятно. Для меня это аналог гелю для душа с манго от Organic Shop. Они очень похожи, только Organic Shop выходит побюджетнее, подешевле, потому что там больше объем. Цена практически у них такая же. Здесь объем маленький, 200 миллилитров. Я думаю, что этой баночки мне хватит ненадолго. Ну, в принципе, хорошо, не надоест. Хотя, опять же, аромат манго мне не наедает никогда. Что касается миста для тела, мне также очень понравился. И он понравился мне больше, чем с авокадо и киви, по-моему, да, который был у меня летом. Тот мист практически не держал никакой аромат на коже, то есть он моментально испарялся. В принципе, эти мисты и не заявлены, как какие-то стойкие спреи для тела. Это обыкновенная водичка с легким ароматизатором для кожи, чтобы увлажнить ее. Здесь аромат держится достаточно долго, как мне показалось. В течение часа я его от себя ощущала. Мне нравится, потому что аромат безумно приятный. Вот эту парочку также могу посоветовать. Я заказывала ее по акции в наборчике за 169 рублей, по-моему. Если вдруг еще увидите, даже без акции, обязательно попробуйте. Я думаю, что вам понравится. И также от марки Фоберлик я приобрела вот такую водичку Интемпорель. Очень бюджетные туалетные воды. Я советую вам также к ним сразу присмотреться. Не скажу, что суперстойкие, но держатся, в принципе, неплохо в течение пару часов. Ну и стоят они тоже супербюджетно. Соответственно, вот так выглядит сам флакончик. Здесь у нас объем, по-моему, 30 мл. Это вполне достаточно. Я заказывала по акции за 149 рублей. Это просто смешная цена. Именно такой аромат Интемпорель я заказываю первый раз. Но из этой вот линейки, можно так сказать, по 30 мл. Таких флакончиков у меня это уже второй тюбик. Потому что первый я заказывала аромат Сенсуэль. Кстати, хорошо держится на коже. Приятный, сладкий. В принципе, мне нравится. Достаточно, может быть, на любителей. Я уже говорила про него. Но кто любит сладкий аромат, и вам понравится. Здесь же цветочный, очень приятный аромат. С вашего позволения, я сейчас его нанесу на себя. Точно перенести вам этот аромат по запаху. Здесь очень приятный, нежный, цветочно-пудровый аромат. Он много на себя не берет. То есть, это на повседневную носку подойдет идеально. Также, мне кажется, и для молодых девочек, и для девушек. В принципе, аромат не имеет возраста для меня. Очень приятно пахнет. Вот я не люблю цветочные ароматы, но этот мне очень понравился. И тем более, за такую цену вообще не жалею. Я думаю, что еще закажу себе парочку других. Соберу целую коллекцию таких тюбиков. И на каждый день использовать вообще не жалко. И также, последний продукт от компании Faberlic. Я решила попробовать вот такой крем из линейки La Creme. Мне очень нравятся гели для душа из этой линейки. Они кремовые, воздушные, мягкие, приятно пахнут. Решила попробовать крем по многочисленным отзывам. Говорят, что он очень классный. Питательный крем роскошная мягкость. С миндальным молочком и молочными протеинами. Действительно, очень приятно пахнет. Мне понравился. Буду также его использовать с удовольствием. Я, кстати, заказала два тюбика. Один от Дамаме, один оставлю себе. Так что, обязательно попробуйте. Цена очень прижатная. Классный, хороший крем. Два новых продукта для меня. Я думаю, для многих это новые продукты. Компания Cosme, которая представлена в магазине Ashan. Я просто не смогла пройти мимо уходовой косметики. Что касается декоративки, я вам показывала во влоге. Тоже оставлю где-нибудь здесь сверху ссылочку. Посмотрите, что там представлено. Из уходовой косметики представлено очень много продуктов. Меня заинтересовали два продукта. Мицеллярная вода. Нежность. Очищает, удаляет макияж. И успокаивает. Для сухой чувствительной кожи продукт прошел дерматологический. И офтальмологический испытания. Проверено на аллергенность. Что касается моей кожи, у меня очень чувствительная кожа. Я думаю, уже многие об этом знают. Особенно чувствительные глаза. В основном любая мицеллярка, любое молочко. Если вызывает сразу жжение и раздражение, то я им уже не пользуюсь. Я понимаю, что этот продукт не отличительной кожи глаз. Вы знаете, когда попробовала эту мицеллярку, была очень приятно удивлена. Глаза не щипят. Не вызывает никакого раздражения, зуда. Очень хорошо моментально смывает макияж. Не имеет никакого аромата. Мне это тоже очень нравится. Я не люблю, когда в косметике для лица приторные какие-то запахи. Просто замечательный продукт. Вот честно, за свою цену 100, по-моему, 19 или 149 рублей. Бюджетно, классно. Здесь хороший объем 250 мл. Внушает доверие. Я довольна. Девчонки, обязательно присмотритесь. Если у вас очень чувствительная кожа глаз, вам также, как и мне, не подходит большинство мицеллярок, мицеллярных растворов, которые раздражают ваши глазки, уверена, что этот вам никакую реакцию не вызовет. А второй продукт. Это у нас скраб для лица. Мягкость кожи. Очищает кожу от загрязнений. Выравнивает цвет лица. Содержит натуральные скрабирующие частицы для всех типов кожи. Девчонки, обалденный продукт. Правда, я осталась очень довольна. Стоит, по-моему, 99 или 119 рублей. Тоже очень бюджетно. Хороший объем. 75 мл. Очень классная, густая консистенция. Мягкие скрабирующие частички. Он как плотный-плотный грем. Я не знаю, видно вам сейчас или нет. И когда вы разносите его по коже, классно ее шлифует. Хорошая цена, хороший продукт. Тем более, подходит для сухой кожи, для любого типа кожи. Обязательно присмотритесь. Я прямо осталась очень довольна. Также не могла пройти мимо своих любимых тканевых масочек. В последнее время я уже говорила вам, что фанативе по тканевым маскам. Марка Diabrog. Я выяснила, как она правильно называется. Стоили они по 50 рублей, теперь стоят по 70 рублей. Как закон подлости какой-то. У меня 4 масочки. Все они, соответственно, разные. Первая тканевая маска на основе масла ши и белого риса. Она у нас идет для отбеливания кожи. Также помогает бороться с пигментацией. У меня нет пигментации. Я не хочу прям сильно отбелить свою кожу. Но в зимний период, я думаю, что она мне в любом случае пригодится на холодное время года. Я такие иногда маски использую как профилактика. Вторая тканевая маска с лотосом и малиной. Она идет для увлажнения кожи, стимулирует рост новых клеток, освежает, делает кожу гладкой и упругой. Тоже буду с удовольствием пробовать. На самом деле, я думала, что в этом видео я покажу вам их все пустые, но как-то не дошли до них руки. Третья тканевая масочка идет с виноградом и черникой. Такая очень красивая упаковка. Красивые цвета такие сиреневые. Здесь, значит, у нас от воспаления, отеков с экстрактом черники, улучшает кровообращение, улучшает цвет лица, питает кожу за счет высокого содержания витамина. Вы знаете, это прямо, мне кажется, мой вариант, потому что у меня как раз-таки неровный цвет лица. От отеков спасать меня точно будет нужно, особенно по утрам. И четвертая тканевая масочка состоит из натурального хлопка. Она не вызывает раздражений, аллергических реакций, питает, увлажняет кожу, продает ей сияние, блеск. Здесь у нас молоко и ласточки на гнездо. Мне еще очень интересно, пахнут ли они все по-разному или нет. В любом случае, в пустых баночках вам также все про эти масочки расскажу подробнее. Поговорим немножко с вами о декоративной косметике. У меня два продукта. От Релуи и Люкс Визаж. Давайте начнем, наверное, с Люкс Визаж. Это жидкая глянцевая помада в очень красивом оттенке, которая называется Мальдивы. Оттенок номер 208. Хорошая формула. Стойкость носки очень меня впечатлила. Оттенок, конечно же, очень приятный. Аромат. Помада никуда не растекается. Держится на губах, в принципе, пока вы не покушаете. То есть, до первого перекуса она держится на губах отлично. Да, она может отпечатываться, как и любая глянцевая помада, потому что она не стойкая. Она не заявлена как стойкая помада. Просто у нее классная формула, которая держится на губах и никуда не растекается, как, например, блеск для губ. Также, если будет сильный ветер и ваши волосы попадут на губы, да, они немножко прилипнут. За такую цену я готова ей все простить. Действительно, обалденное качество помады. Если вы присмотритесь, кто любит приятный такой песочный нюд, то обратите внимание. А опять же, кто любит глянцевые помады. Матовые помады у нас уходят на второй план, поэтому решила вот попробовать, поэкспериментировать. Осталась действительно довольна. И от Reluie гель оттеночный для бровей. Оттенок у меня 0,3. Здесь достаточно большая крупная щетка. Сначала я думала, что мне ей вообще никак неудобно будет пользоваться. Но вы знаете, достаточно удобно, хорошо прокрашивает полосинки. Опять же, это гель, это не тушь для бровей. То есть, какого-то вау-эффекта вы не увидите. Это вот повседневная носка. У кого хорошие бровки, просто придать им немножко цвета и уложить их в нужную вам сторону. Да, идеально подойдет. У кого очень редкие брови, как у меня, вам нужно заполнять пустоты бровей, вот эти проплешинки. Как самостоятельное средство, он будет немножечко пришивить на бровях. Но для ежедневного использования мне понравилось. В общем, осталась довольна своими продуктами. Кто любит белорусскую косметику, присмотритесь. Также у меня появился вот такой бьюти-гаджет. Это такая щеточка для тела, которая помогает избавиться от целлюлита, сделать кожу более гладкой, эластичной, упругой. Такой щеткой лучше пользоваться по сухому телу. То есть вы берете и начинаете снизу вверх круговыми движениями натирать свою кожу. Классно помогает откорбировать кожу, также улучшить кровообращение. Кожа становится красная, то есть как после какой-то горячей маски для тела, которая немножечко жгет. Болевые ощущения, в принципе, я бы не сказала, что очень больно. Но, опять же, на сухую кожу чувствительно. Поэтому, если у вас очень чувствительная кожа, будьте осторожнее. Эту щетку мне подарила подружка. Мы на работе такие щеточки дарили. Она сказала, что пользоваться ей не будет, отдала ее мне. Я очень люблю различные гаджеты для тела, поэтому буду использовать с удовольствием. Честно, я не знаю, где они продаются, но могу вам сказать, что если вы зайдете в любой какой-то банный магазин, где все для бани, для ванны, то вы точно найдете аналогов. Их очень много. Ну что ж, и последний продукт на сегодня. Ранее я вам уже сказала, что была в магазине Литуаль. Совершила там очень классную покупку. Я выбирала туалетную воду для своей мамы. И по акции можно было взять вторую туалетную воду в подарок. Я не могла выйти стороной себя, любимую, конечно же. И приобрела себе вот такой аромат от Йоджи Ямамото. Я не умею описывать ароматы, честно вам скажу. Для каждого человека аромат раскрывается по-разному, пахнет по-своему. Во-первых, вот такая коробочка очень интересная. Посмотрите, когда я раскрываю. Здесь также внутри написано Йоджи Ямамото. Я, кстати, первый раз познакомилась с этой маркой парфюмов. Это, кстати, парфюмированная вода. Я не разочаровалась, конечно, ни капельки, честно вам признаюсь. Сам флакончик выглядит вот так. Здесь объем 30 мл. Красивый лаконичный дизайн. Я не люблю, когда что-то там супер-сверхъестественное на упаковках. Вот такая прозрачная упаковка. Аромат очень интересный. Я не люблю относить ароматы, знаете, к вечеру, к утру, к холодному времени года или к теплому. Все зависит от настроения. Если вам хочется в 40-градусную жару пользоваться супер-сладким приторным ароматом, пользуйтесь. Также, если вам хочется в супер-холод использовать на себя что-то морозное и свежее, используйте. Это исключительно ваш выбор. Вам его носить, поэтому никого не слушайте. Пользуйтесь тогда, когда вам хочется. Немножко пряные пудровые нотки. Он необычный. Приятный сладковатый аромат. Он, я бы сказала, может быть чуть-чуть шлейфовый, но не навязчивый. Вроде я его на себе ощущаю, но у меня от него не болит голова. Если говорить прям поверхностно, так вот, да, то, может быть, я бы все-таки отнесла этот аромат к более вечернему. Времени суток, либо же к более холодному времени года. Потому что зимой мне хочется чего-то такого пряного, согревающего. Я уже вам говорила об этом. Ну а так, если мне захочется пользоваться им летом, то буду пользоваться летом. Сейчас на осень подходит мне просто идеально. Ну что, мои хорошие, на этом мое видео подошло к концу. Надеюсь, сегодня я была для вас интересна, полезна. Если так, то поддержите меня пальчиком вверх. И обязательно оставляйте свои комментарии, что вы уже пробовали из того, что я показала. Либо что хотите попробовать. Мне будет очень интересно почитать, также пообщаться с вами. Я не прощаюсь с вами. Желаю вам прекрасного настроения. Всего только самого доброго. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.